Ненастная погода, которая сохраняется в Сочи последние несколько недель, пытается внести коррективы в ход проведения работ. Но это тот случай, когда медлить нельзя. Ответственность слишком большая, поэтому ни о каких задержках не может быть и речи. Приходится работать под навесами, проявлять смекалку сродни военной. Объем работ очень большой, ведь приходится менять практически все. Потому и стоимость немалая – 44 миллиона рублей. Но на эти деньги будет полностью восстановлен и старый военный обелиск, расположенный рядом. Такого серьезного ремонта здесь не было никогда. Работы производит подрядная фирма «Мемориал», хорошо зарекомендовавшая себя на подобных объектах в Краснодарском крае и Ростовской области. Никакой самодеятельности, все будет так, как было. И вечный огонь перед орденом Отечественной войны первой степени, и две главные даты, между которыми боль, кровь и 27 миллионов замученных и убитых. При производстве данных работ мы их согласовывали с Управлением по охране памятников краевым. И нам была поставлена задача сделать ремонт. Ремонт. То есть, чем отличается ремонт от реконструкции? Никакие параметры, цветовые отношения по сравнению с оригиналом, так сказать, тем памятником, который в 1985 году был построен здесь по проекту архитектора Назаряна, мы ничего не меняем. Единственное, что здесь появится нового – это две с лишним тысячи воскресших из небытия имен героев, похороненных на этом склоне в годы войны. Благодаря огромной работе поисковиков, архивного отдела администрации и военкомата, количество мемориальных гранитных плит увеличится почти в два раза. И как знать, может, 9 мая кто-то найдет среди них знакомую фамилию и инициалы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».